Ну вот и наступило время дачной размеренной жизни. С ее прелестями и ее очарованием. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Да, вокруг нас опять начались чаепития, вокруг нас красота, красивая посуда, приятные гости, удивительные, которые рассказывают самые интересные вещи. Здесь за столом, видите, посуда белая с золотом. И жду замечательную женщину, вы ее все знаете, Светлану Алексеевну Самойлову. Я зимой делала фильм о доме, в котором она жила, и вообще вы ее часто встречаете. Женщина необыкновенная, несмотря на свой возраст, а ей уже 85. Она не перестает удивлять, пишет стихи, до сих пор работает. Кстати, работает на Кузнецком мосту в картина-галерее. Вот, и учится рисовать. Вот наш любимый сервиз. Здесь, если помните, чашечка, это, по-моему, китайская, но очень красивая такая, с розами золотыми. А здесь, вот если помните, с золотыми розами. Дулевая, и я уже в тот раз использовала под пирожные. Вот под такие. И можно ту чашку, и есть у меня вот такой еще сервиз с золотом, очень красивый. И я для него купила вот такой вот чайник. Это немецкий чайник, я вам показывала. И вот с такими же розами. Посмотрите, очень интересная форма. И вот с такими вот розочками. Ну и сейчас будем пить. Лето, жара, будем охлаждаться в холодной мартини. Ну вот, мои дорогие друзья, мы чаевничаем при жаре. Сегодня сколько, 30 градусов было. Пьем охлажденное мартини. Приветствуем нашу Светлану Алексеевну. У нее очень много всегда новостей. Потом мы расскажем об этих новостях. Ну, вы зимой ее видели. Ее дом, в котором она жила когда-то. Ее рассказ. Ну вот, а сейчас мы на такой посуде выбрали. Ну и скажите, как лучше, что смотрится. Вот этот чайник, еще раз повторю, немецкий. Эти чайные пары, у меня их 6 штук, немецкие. А вот это вот у меня с розочками, такими же золотыми. Это дулево. И какая чашка лучше. Ну вот можно, как эгоист, использовать одну чашку с этим чайничком. Ну а можно это все и смешивать. Так, сейчас я кипяточек принесу. Очень красивая форма, да? Да, очень красивая. Говорят, что это Китай, но это прям царская такая чашка. Она очень живописная, очень нежная. Ну ведь, с другой стороны, Китай, он же родина фарфора, да. Парк Горького в ресторан. Вот я сижу там в шляпе, очень красиво. В зеленом пиджаке, красиво, да. В длинном платье, пол. А давно вы там были? Это было в прошлую субботу, воскресенье. А, там праздник какой-то был, да? Ну там не праздник, мы решили отметить дату нашей встречи. Вот. И вот так вот. Да, чудесные снимки. Угу. И получилось. А вот недавно, еще я покажу снимок очень интересный. Это мы были в сказочном, в Кузьминском, в Кузьминском парке, в сказочном городке для детей. Там везде скульптуры, герои разных сказок. Светлана, я хотела спросить, а у вас есть вот этот код, как его, квиар-код вот этот? Вы ходите везде у вас. Я выхожу вроде бы из кареты. Да. Не знаю. Пиар или какой там код, чтобы ходить в такие людные места? Или там, где вы были, не спрашивали? А, нет, там был пока свободный, вход свободный. Два укола. Ну, вообще, нормально перенесли. Конечно. Теперь у вас сколько там иммунитет какой? Иммунитет у меня. Зашкаливает, великолепный. Да, вот, во всяком случае. Сказали, да? Это уж точно. Ну, а у меня вот болело недавно, все-таки, всего 38 единиц. Мне очень мало. Но я надеюсь, что, живя на даче, я не буду делать прививку. Сейчас же очень остро стоит вопрос. В сентябре сделаю обязательно. Но сейчас очень остро стоит вот этот вопрос. Говорят, тоже от них осложнений много бывает. Но вы же нормально, все перенесли. Никаких осложнений нет. Самый, это очень легкая прививка. Самое большее, что может быть после прививки, это немножко повысится температура. 37,2. День 2. У меня не повышалась температура. Вообще, я даже не почувствовала ни первую прививку, ни вторую. Но обязательно надо отдохнуть. Посидеть дома 2 недели, потом сделать вторую прививку. Если человек не сидит дома и начинает трудиться, у него могут быть, конечно, какие-то последствия. Все равно здесь везде в сетях ходит выступление Егора Бероева. Ну, вы знаете, это известный артист театра и кино. И который резко выступил против вакцинации. А вот, кстати, у вас какое мнение об этом. Вот у меня такие замечательные бусы с цепями различными. Металлическими. Такими и такими бусинами необыкновенными. И посмотрите, какие красивые бусины. Это, конечно, керамика. Но очень все красиво. Мы, конечно, принарядились к вечеру. Но как иначе? Мы же женщины. Я одела свои бусы. Света, в общем, вы недавно работали на Кузнецком мосту, опять на выставках. А чему эта выставка была посвящена? Это просто... Художественная? Да, художественная выставка, картины, скульптуры современных художников. У нас там очень хороший коллектив. И один из наших смотрителей оказался мужчина. Физик большой, который сейчас занимается литературой. Он пишет толкование Библии. У него очень много хороших книг выпущено. Вот столько книг, вот даже название их, говорят о том, как глубоко он изучает психологию людей. Да, он очень интересный человек. И он написал огромную книгу о своей жизни, начиная со дня рождения. Эту книгу я сейчас читаю с таким удовольствием. Да. Потому что как бы вся жизнь, и моя тоже, протекала в это время. Ну да. Книга, 600 страниц, весит 2 килограмма, насколько она. Мне, кстати, тоже мои подписчики все время просят, чтобы я прабабушку, вот, про своих родных сняла. Особенно прабабушку. Потому что бабушка, конечно, была необыкновенная у человека. А потом я все время снимаю и говорю, а вот это вот от бабушки досталось, из бабушкиного сундука. И самые интересные вещи у нее, кстати, были. У меня были такие простые. А у нее, да, такие сладкие, то к вину лучше всего фрукты. Вот тоже они здесь разместились. Ну и бокал, вы, наверное, помните по прошлому году. Крустальные багамлы зеленого стекла, которые я купила в Александрове. Бабушка из прибалтийских евреев, ее отец был аптекарем. И он приехал в какой-то период в Костромскую, в Тверскую область. И там основал, сделал свою аптеку и познакомился с моим дедом. Она познакомилась с моим дедом, вышла за него замуж. А дед был купец Лотов. И вот эта бабушка, да, эта бабушка вошла в нашу кровь. Так что у меня теперь есть еврейская кровь. Ну где-то одна шестая. Ну все равно есть. Да, где-то, да, есть. Конечно, похвастались и своими украшениями. По поводу национальности. Из Африки он ездил торговать сукном и привез из Африки... Себе жену из Сомали. А, женился и... Да, наверное. Но отец мне сказал, что это у нас как бы легенда наша семейная. Но было или не было, трудно сказать. Потому что отец был белокурый, голубоглазый и не чувствовался... Африканского ничего не было? Ну, может быть, только в характере. Он взрывной был и мог сделать такие страшные глаза, что люди его боялись. Но многие действительно возвращаются и историю свою ищут. Это очень интересно, конечно, чтобы знать истоки откуда. И мы нашли даже наших предков по маминой линии на кладбище поминальные эти. Ну а вы себя чувствуете кем? Африканкой? Еврейкой? Я чувствую себя чисто русской. Я блондинка с голубыми глазами. Характер у меня прямой. С широким лицом. Широкая душа. Добрая, открытая. Прямые. Говорю всё прямо. Так что характер у меня чисто русский. А я с вами не прощаюсь, мои дорогие друзья. Следует продолжение. И вообще началась прекрасная дачная жизнь, которую вы очень любите смотреть, с удивительными историями, с удивительными встречами. И показываю прекрасных сервизов. Повестки на барахолку в том числе. Ну, в общем, всё-всё-всё, что вы и любите. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!